Седьмую симфонию Шостаковича дирижер Донецкой филармонии Михаил Илющенко дирижировал впервые. Делится для него символично, что дебют прошел там же, где в марте 42-го эту симфонию исполнили впервые. В этот раз ее сыграли музыканты Донецкого оркестра непокоренных, бывшие участники СВО. И очень много наших музыкантов были мобилизованы и стали военными. И, конечно, оркестр в тот момент, это февраль 22-го года, очень пострадал, потому что половина оркестра ушла на фронт. И, конечно, когда мы сейчас уже, слава богу, вернулись, наши музыканты, и оркестр восстановился, то действительно возникают параллели. Среди гостей в зале и семьи участников СВО. Муж Екатерины Гвоздовой уже два года находится в зоне боевых действий. Бессмертные произведения она пришла послушать вместе с детьми. Язык музыки, он все-таки понятен всем. Он универсален, вне зависимости от культуры, вне зависимости от каких-то политических взглядов, от национальности. Классика, дети должны обязательно это слушать, не только в культурном плане, но и в патриотическом. Музыку в этот вечер исполнили и артисты Самарской и Тольяттинской филармонии. Театры оперы и балета. Совместных репетиций было немного, но единение с оркестром непокоренных достичь на сцене удалось. Для нас огромная честь принимать оркестр Тольяттинской филармонии, оркестр непокоренных. Мы видим в этом некий смысл, некий символ. Для нас особая гордость, что музыканты Самары и нашего театра, и филармонии, и Тольятти, и Самары тоже принимают участие в этом концерте. Конечно, мы уверены, что сегодняшнее такое исполнение, оно будет вносить такой, мне кажется, все-таки эмоциональный заряд для не только исполнителей, но и для зрителей, для слушателей. Концерт прошел при поддержке главы региона Дмитрия Азарова. Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Петр Поломеев. События. Продолжение следует... Продолжение следует...